Человек пишет о том, что он за рукоприкладство ко всем, и он, внимание, сам прошел это воспитание, как и многие его друзья, и одобряет под затыльник ремень, горох, щелбаны и пощечины. А теперь скажите мне, как внести в закон такую меру, чтобы можно было сыну всыпать ремня за то, что он тебе в лицо вейпом дует. Всем привет! Я Татьяна Чувильчикова, психолог, психотерапевт. И вы на моем канале «Не могу молчать». Сегодня у нас очень важная тема, о которой я действительно не могу молчать. На самом деле тема не новая. Мы будем говорить про закон о домашнем насилии, о семейном насилии, о котором говорят уже много лет, которые пытаются вести и все никак. И наша Госдума сопротивляется, наши чиновники сопротивляются, священнослужители тоже очень сопротивляются. И я наткнулась на форуме, на одном из форумов, на обсуждение этой темы. Это психологический форум В-18, на котором я регулярно сижу. И там возникают очень любопытные дискуссии, где можно сделать вывод о взгляде многих людей, потому что все-таки такой форум популярный, большой, это срез нашего общества, определенный показательный. И можно посмотреть, что об этом думают люди. В частности, что об этом думают даже психологи. И я по наивности своей была в полной уверенности, что психологи-то должны поддерживать введение такого закона. Потому что они работают с жертвами семейного насилия и знают, как это должно происходить, чтобы эти люди были защищены в таких ситуациях. Потому что они часто сталкиваются именно с беспомощностью жертв семейного насилия. И сам психолог тоже попадает в эту беспомощность, потому что нет никаких инструментов для того, чтобы помочь человеку. И давайте мы с вами сегодня посмотрим и почитаем, что же думают люди, и самое интересное, что думают некоторые психологи о законе о семейном насилии. Точнее говоря, это закон о профилактике семейного насилия. Давайте почитаем. Собственно, вот заголовок этой темы. В этом приводится одна из многочисленных, многотысячных историй, где женщина подвергалась насилию от ревнивого мужа. Вообще бред ревности – это очень частая причина для возникновения вот этих страшных историй про отрубленные руки, про убитых женщин и так далее. И вот такая же история про ревнивого мужа, про то, что она пыталась от него неоднократно уйти. Он угрожал ей, что он ее убьет, если она от него уйдет, соответственно, ей приходилось с ним оставаться и так далее. В итоге, через много лет она таки решилась уйти, он начал ее преследовать, в конце концов убил там и так далее. И полиция ничего не делала, никто ничего не делал, собственно, когда будет труп, тогда и приходите. Вот такая классика жанра. И вот автор темы интересуется, что же люди думают об этой всей ситуации, об этом законе и нужно ли его вводить. И, собственно, вот что мы видим, какую картину мы наблюдаем в этом форуме, что люди начинают писать. Первый скриншот, который мы видим, пишет психолог, на минуточку, да, чтобы вы понимали, психолог. То есть человек пишет, что я за то, чтобы взрослые люди, которые позиционируют себя адекватными и дееспособными, учились самостоятельно справляться со своими проблемами сами. Обвинение правоохранительных органов, представьте себе, это поиск родительской фигуры вовне. Хорошая полиция не довела бы до преступления, а уследить за всеми никакой полиции не хватит. Сами все сами. Согласны ли вы? То есть психолог нам говорит о том, что поиск родительской фигуры оказывается у нас, да, когда мы требуем от правоохранительных органов, чтобы они выполняли свою работу. Мы должны понимать, что полиции на всех не хватит, и поэтому мы должны все делать сами. Возникает закономерный ответ у меня на это. Тогда за что я плачу налоги, если я не имею права, с этой полиции, с этого государства требовать обеспечения базовой функции, которую она должна обеспечивать? Это безопасность. Следующий скриншот. Опять-таки, это открытый форум, всем доступный, поэтому я выкладываю скрины, вот как они есть. То есть тот же самый человек пишет, в жизни все бывает, ни один закон не способен защитить человека лучше, чем он сам, при определенных условиях и не во всех случаях. То есть я должна быть способна, да, вы, кто угодно, должны быть способны защитить себя лучше, чем любой закон. Логика потрясающая. Я, честно говоря, в шоке немножко, да. То есть законы не нужны, как оказывается, да. Мы все способны защитить себя сами. Тогда давайте разрешим свободное ношение оружия всем, и мы будем защищать себя сами. Но почему-то государство нас ограничивает в наших возможностях, но функции свои не выполняет. Защищать нас оно не хочет. И это как будто бы нормально, это и есть, ну, по ее мнению, наверное, сепарация от родительской фигуры. Ну, то есть такое потрясающее совершенно манипулирование вот этими терминами в ущерб, в ущерб людям и в ущерб их безопасности. То есть мы должны сами все делать, по ее мнению. Еще один скриншот любопытный. Да, вот люди часто спрашивают, когда произошла такая ситуация, муж убил жену, там, бывшую, не бывшую, не важно, да. Как в этой ситуации мог бы помочь закон, какие статьи там прописать, запретить мужьям контролировать и ревновать, спрашивает человек. И дальше она пишет. Такое отношение полиции, открещиваться от подобных дел, связано именно с поведением жертв. Сначала они заявление пишут, а потом просят отпустить. В полиции тоже не любят работать в корзину. Значит, смотрите, эта ситуация вызвана исключительно тем моментом, что у нас подобные дела являются делами частного обвинения. Частного, а не публичного, не государственного. То есть если в таком случае, как в других цивилизованных странах это сделано, обвинителем в этой ситуации выступает государство, то неважно, забрал человек заявление или он его не забрал, оно остается актуальным, это дело, да, и обвинителем будет выступать государство. Заявление забирать бесполезно. Тогда это работает. Но очень удобно давать людям волю забирать свои заявления. И тогда как это происходит? Женщина пишет заявление на мужчину, на мужа, который там, не знаю, пьет, бьет, там, что-то такое делает. Его приглашают в полицию, значит, для разговора. Он приходит домой, говорит, не заберешь заявление, я вообще убью тебя, убью детей, там, убью всех. И что она делает? Она берет, забирает заявление, естественно, да, или это созависимое, глубоко созависимое отношение, где муж, например, периодически превращается в хорошего, идеального, и она берет и забирает заявление, а потом все начинается по новой. То есть это не работает, а работает этот закон только тогда, когда подобные дела являются делами публичного государственного обвинения, а не частного. И никаких проблем тогда с этим не будет. Не надо ничего забирать. Это будет просто бесполезно. Еще один прекрасный аргумент вот от человека, да. По этому закону каждая вторая начнет бегать. Айфон не купил, налево глянул, еще что не так, закатило истерику. Муж наорал под запись, пошла, написала заявление, как итог мужики вообще за женщин за 10 километров обходить будут. Это мнение следствия абсолютной безграмотности в плане закона. То есть если законы работают, то ложное обвинение, ложные доказательства введения в заблуждение следственных органов это тоже преступление, которое карается по закону определенными санкциями, штрафами или сроками в зависимости от тяжести. Люди почему-то не в курсе, что это существует. Люди не в курсе, что за ложные доносы тоже следует наказание. И это говорит только о необразованности, в общем-то, людей, которые вот такие аргументы приводят против закона о семейном насилии. Следующий скрин. Тоже очень интересный вопрос. Чем домашнее насилие отличается от недомашнего? Да, там какие-то аргументы про другие страны. Вот человеку плевать на другие страны, и она спрашивает. Чем домашнее насилие отличается от недомашнего? Отличается очень простой вещью. Наличием связей между этими людьми. То есть эти люди имеют совместное хозяйство, совместных детей, какие-то юридические отношения, совместное жилье, в конце концов. И это принципиально меняет всю картину. То есть такие дела должны решаться совершенно по другим механизмам, нежели чем обычные дела, когда посторонние друг к другу люди применяют друг к другу какое-либо насилие. Здесь нужны совершенно другие механизмы, чтобы с этим разбираться. Нужно учитывать вот это совместное жилье, вот этих детей, то, что они являются родственниками, то, что финансовая зависимость часто присутствует у женщины от ее мужа и так далее. И наоборот, ну то есть неважно, неважно, кто является пострадавшим в данном случае. Пострадавшим может быть мужчина, женщина, ребенок, дедушка, бабушка. Огромное количество вариантов тут может быть. Но главное отличие – это наличие вот этих вот самых связей, которые необходимо учитывать в расследовании подобных вещей. Но про это тоже почему-то никто не думает. Дальше. Если бы жертва подала заявление на избиение со снятием побоев, была бы уголовная ответственность, которая, вероятнее всего, ее бы от смерти и не спасла. Сколько сейчас дают за драку? Вот двух лет, через два года он бы вышел точно так же, пырнул там и все такое, и все такое. Значит, такой логичный, в общем-то, аргумент. Но, во-первых, сейчас побои у нас – это административная ответственность, если они происходят один раз в год. Можно заплатить штраф в пять тысяч рублей и бить жену раз в год совершенно спокойно. При этом, если мы говорим о том, что человек таки получил, это большая удача для всех, кроме него. Если он таки получил свой срок, и вот он отсидит два года, потом выйдет и так далее. Это про что? Это про то, что это недостаточная мера. Это про то, что если этот человек склонен к тому, чтобы иметь намерение выйти и продолжать, значит, с ним должны что-то делать, значит, должны быть инструменты какие-то для того, чтобы его ограничивать так или иначе. То есть это профилактические какие-то вещи. Работа психиатра с этим человеком, помещение его на принудительное лечение, в конце концов, если у него такая навязчивая идея кого-то убить, добить и так далее. То есть это же все равно признаки психического нездоровья в данном случае. Тогда его нужно лечить, а не просто держать в тюрьме два года, все, мы отстрелялись, до свидания, пускай он там идет куда хочет и что хочет делает. С женщиной должна проводиться какая-то работа, как ей поступать в подобных ситуациях, потому что из тюрьмы люди пишут, угрозы своим женам и так далее. Но эта работа тоже не ведется. Дальше комментарии прекрасные, которые меня просто вообще убил на самом деле. Девочек надо учить разводиться моментально при любой грубости в общении. Именно учить это должно быть на уровне гипноза. Ребята, это прекрасно все, конечно, что девочек нужно учить. Но только девочкам, честно говоря, уже вот здесь, что их постоянно учат, как избегать насилия. Туда не ходи, с этими не общайся, не садись в машины, это не надевай, так себя не веди, уходи, разводись там и так далее, и так далее. Почему-то обслуживать насилие, предотвращать насилие учат женщин. Давайте учить мальчиков, ну, в конце концов, сколько можно. Давайте учить мальчиков тому, что нельзя оскорблять, что нельзя никого бить, ни мужчин, ни женщин, что надо вести себя корректно, как строить здоровые отношения, и так далее, и так далее. Давайте учить тому, что нельзя насиловать женщин, что у женщины надо спрашивать, хочет ли она заниматься сексом, что нужно быть уверенным в том, что она этого хочет, Иначе это подсудное дело и т.д. и т.п. Почему-то женщина назначается ответственной за эмоциональное состояние мужчины, за его сексуальное влечение, за собственную безопасность тоже она назначается ответственной. То есть все думают только о том, как бы ужиться безопасно вот с этим насилием, которое как будто бы по умолчанию есть. И очень редко кто думает о том, как это предотвращает, что вообще-то нужно работу проводить с источником этого насилия. И чаще всего статистически нравится вам это или не нравится. Большинство преступлений против личности, в том числе тяжких, абсолютное большинство совершается мужчинами. Больше 85% мужчин совершают эти преступления. Поэтому воспитывайте мальчиков сначала. Мальчикам объясняйте, как нужно себя вести. А потом уже во вторую очередь девочек. Ну, это мое мнение. Здесь, что вы думаете, вы можете написать тоже в комментариях. Следующий очень любопытный пункт. По закону обязанность доказывания лежит на исце. Доказательства – это не просто следы побоев, а еще и свидетельские показания. Там бла-бла-бла-бла-бла. Обязанность доказывания должна лежать на полиции и на государстве. Адвокаты должны работать. Всю вот эту информацию они должны собирать. То есть вот эта машина при получении заявления должна работать и функционировать. И не нужно тогда будет говорить о том, что если у меня нет побоев, потому что муж бьет меня по почкам и нет никаких следов, то значит это мои проблемы. Так быть не должно. Собственно, еще один перл от этого же психолога про то, что семейное насилие для государственной системы – это проблема не первоочередной важности. Тем более сейчас. Тут надо сказать, что этот человек, в общем-то, против, против закона о семейном насилии. Вот она считает, что государство занимается гораздо более важными делами. Государства не должны быть воспитателем для людей. Оно защищает нас, внимание, от внешнего врага. Это его самая главная функция. Внутренние враги – это двадцать пятое дело, и люди сами должны разбираться, пока государство делает великое дело защищать нас от внешних врагов. Где эти враги никто не видел. Ну, то есть у государства паранойя, оно занято обслуживанием этой паранойи, да, а в это время люди вот друг друга убивают. Ну, как бы ничего, все хорошо. Еще один скриншот прекрасный, да. Женщины уносят заявление там так же, как приносят, если бы меня дома избивали. Я бы не покинула участок, пока у меня не приняли заявление. Вопрос. Что делать, если заявление приняли, как в большинстве случаев бывает, но дальше они ничего не делают. Ну, то есть просто от слова совсем. То есть человек продолжает жить вместе с этим мужчиной, на которого она написала заявление. И при этом никаких действий полиция не делает. Но заявление принято. Вот хочется спросить, а что тогда? Вот как тогда быть? Ну, и вот, собственно, тот скриншот, о котором я говорила, да. То есть вот человек считает, психолог опять-таки, да, на минуточку, психолог имеет образование какого-то христианского, православного, какого-то университета. Да, три года. И какие-то коротенькие курсы там по психотерапии по несколько месяцев. Так вот, да, государственная система – это не воспитатель детского сада. У нее другие задачи. И спрашивается, да, либо вы за жесткий надзор, да, либо вы за жесткий надзор за воспитанием и моралью, либо вы за личностные свободы для всех и каждого. То есть человек не видит разницы между тем, чтобы предотвращать очевидные преступления и устраивать жесткий надзор за воспитанием и моралью. Мне интересно, вот как можно было смешать эти вещи – мораль и нарушение закона? При этом она утверждает, что мне не хватает в системе уровня тирании и увеличению карательной функции, что абсолютно не так. Мне тирании – вот как хватает, и карательной функции – тем более. Но мне не хватает другого. Не нужен никакой жесткий надзор за воспитанием и моралью. Нужны четкие последствия за конкретные действия. Нужна разработанная система, которая будет защищать людей, подвергающихся насилию внутри семьи. Вот и все. Причем здесь мораль, причем здесь воспитание. Мне совершенно непонятна вот логика этого человека. Вот прекрасный еще один перл от психолога. Если вас не устраивает насилие со стороны супруга, то не надо заключать брак с человеком, склонным к насилию. При достаточной заботе о себе вероятность причинения вреда со стороны супруга или супруги не больше, чем для любого человека стать жертвой криминального нападения со стороны. То есть, если женщина или мужчина, не важно, да, человек заключил брак по незнанию, по собственной травмированности, по сотне других причин заключил брак с человеком, склонным к насилию, тогда его вообще не нужно защищать, он сам виноват, это его проблемы, нужно было раньше думать. То есть, абсолютно классическое обвинение жертвы, что для психолога совершенно недопустимо. Потому что кто как не психолог должен понимать механизмы того, как это происходит и почему вообще такие браки заключаются. А заключаются они по одной простой причине. Человек растет в семье, где есть насилие, у него психика нормирует насилие, поэтому дальше она выбирает партнеров, для которых тоже нормировано насилие. Наша психика всегда ищет знакомое и воспроизводит ранний опыт наш, ничего больше. Поэтому вы уберите насилие, и тогда люди перестанут воспроизводить этот опыт и заключать эти браки. Но у нас почему-то все наоборот. Сначала мы должны браки перестать заключать, а потом насилие должно куда-то деться. И опять-таки женщина назначается ответственной. То есть, не носи короткую юбку, не заключай браки и так далее. Классическая такая история, которую очень странно видеть от психолога, если честно. Да, вот здесь тот самый скриншот про то, что нас должно защищать государство от внешнего врага. А с врагом внутри семьи граждане обязаны разбираться сами, потому что это частная жизнь граждан, а не общественное достояние. Открываем семейный кодекс и читаем там, что функция государства обеспечивает безопасность и благополучие семьи своих граждан. Ну, то есть, полная юридическая безграмотность. Человек не читал, видимо, ни конституцию, ни семейный кодекс, ни уголовный кодекс, ничего. Но почему-то вот так голословно говорит о функциях государства и о том, что оно там должно выполнять и какие задачи. Это, ну, феерично просто. Значит, вот ещё человек, да, пишет про то, что если участковый примчится со скоростью света, а люди уже помирились, да, соседи откроют дверь, скажут, у нас всё в порядке. Или там сами люди скажут, что у нас всё в порядке, да. Это тоже про то, что если люди говорят, что всё в порядке, значит, так и есть. Хотя это не так, да. Люди могут говорить, что всё в порядке по сотне тысяч причин. И это не значит, что участковый должен сказать, а, ну, хорошо, до свидания, я пошёл. Нет, он должен разбираться, он всё равно должен опрашивать каждого члена семьи, в том числе детей, он должен опрашивать соседей, он должен, ну, он должен работать, блин, работать, понимаете, да. И не надо мне говорить, что участковых на всех не хватает, потому что не надо разворовывать государственные бюджеты, и тогда будет хватать участковых, тогда будет хватать полицейских с нормальными зарплатами и так далее, и так далее. Ну, как бы, не аргумент вообще. Ещё я столкнулась с таким интересным феноменом, что люди, ну, в частности, на этом форуме, да, они обсуждают вот этот законопроект, но на самом деле очевидно, что они его даже не читали, они его не открывали вообще. Потому что я, когда предлагаю им его прочитать, да, в связи с тем, что они задают такие вопросы, которые явно дают им понять, что его не читали. И человек начинает дальше отмазываться и говорить, что закона нет, есть законопроект, и куча есть версий, и вот я буду читать одну версию, а вы будете другую, это всё всё равно бесполезно. На самом деле очевидно, что человек просто читать этот законопроект не хочет. То есть она задаёт вопросы, как это работает, там в законе написано, как это работает, да, но она читать не хочет, ей неинтересно. На самом деле у человека просто есть убеждение какое-то, да, что вот этот закон не нужен, и поэтому я даже читать этот законопроект не буду, собственно, да, неинтересно. Про официальные данные Росстата, да, что 18 миллионов человек, пострадавших от семейного насилия ежегодно, просто говорят враньё, да, то есть Росстат враньё, вся статистика враньё. Дальше следующий аргумент какой? Потому что среди моих знакомых такого не происходит, да, прекрасная логика совершенно. Если вокруг меня этого нет, значит этого нет вообще нигде. И вот дальше у нас вообще первый просто, да, я считаю, человек пишет, да, я считаю, что умеренное насилие очень хорошо дисциплинирует детей. Какие пункты в этом законе, да, могут ввести, касающиеся бытовой ошибки? И дальше этот человек пишет о том, что он за рукоприкладство ко всем. И он, внимание, сам прошёл это воспитание, как и многие его друзья, и одобряет подзатыльник, ремень, горох, щелбаны и пощёчины. А теперь скажите мне, как внести в закон такую меру, чтобы можно было сыну всыпать ремня за то, что он тебе в лицо вейпом дует. То есть очевидная история, когда человека воспитывали в насилии, и он говорит, теперь моя очередь, я теперь тоже хочу отыграться. Да, классическая вот эта история, собственно, когда бывшая жертва переождается в тирана. И таких людей очень много. И именно закон о семейно-бытовом насилии возмущает их, потому что он может ограничить их в возможности избивать своих близких, наказывать их детей и так далее. Они очень боятся потеряться эту возможность, потерять власть и право на физическое насилие, право на то, чтобы отыгрываться. И для них невыносимо. То есть если им запретят, это значит, что они должны признать, что то, что над ними совершалось, это насилие. И если их дети будут защищены, а их никто не защищал, это тоже невыносимое чувство. То есть если меня не защищали, то пускай никто не будет защищен. Вот собака даже возмущается у меня. Вот интересно очень. То есть такие люди в большом количестве присутствуют в нашем обществе, выросшие в насилии. И они отстаивают теперь право на собственное насилие. Дальше он пишет, что дурью он считает вот этот закон, потому что невозможно регламентировать меру насилия от воспитания. То есть как отделить насилие от воспитания. То есть он хочет оставить какую-то долю насилия в воспитании. Мы видим, как люди с огромным энтузиазмом отстаивают идею того, чтобы все оставалось как есть. Вроде бы им предлагается защита, им предлагается усиление безопасности, им предлагаются какие-то возможности для того, чтобы помочь людям в таких ситуациях. Но нет, люди говорят, мы не хотим, потому что мы должны сами отвечать за свою безопасность, потому что это их проблемы, этих жертв. И что самое интересное, против этого закона в основном те люди, которые не сталкивались, с одной стороны, сами с этим. То есть они находятся в такой иллюзии собственной безопасности. А с другой стороны, они в полном ужасе на самом деле от того, что это реально происходит. Настолько, что они даже не хотят категорически признавать реальность этого. И тогда что мы видим? Мы видим, что люди, которые выступают против этого закона, во-первых, ни разу его сами толком не читали. Во-вторых, абсолютно юридически безграмотны. В-третьих, они склонны обвинять жертву в том, что она сама виновата. Обычно чаще женщины, которые протестуют против этого закона, говорят, что я другая, я никогда не свяжусь с таким мужчиной. У меня бы приняли заявление, я бы себя отставила. А вот вы такие, ну, как будто бы, да, бесхребетные, вот поэтому вы страдаете за свою бесхребетность. Собственно, это говорит только о том, что человек не способен вообще контактировать с своей уязвимостью, своей какой-то слабостью и так далее. Это люди, которые чаще всего тоже переживали разного рода насилия в своей жизни. В раннем детстве, не в раннем детстве. Но у них нет способности контактировать со своей уязвимостью. Поэтому они строят себе вот эту иллюзию безопасности. Так ведут себя бывшие жертвы в том или ином виде. То есть есть вот эта идея про то, что если ты не можешь признаться, что ты жертва, тогда ты должен будешь признаться, что ты тиран. Когда человек вытесняет собственные страдания, он не видит страданий других. И он начинает обвинять их, что они сами виноваты. Либо это люди, которые хотят оставить за собой право на то, чтобы совершать насилие над другими людьми, которые говорят о том, что я хочу иметь возможность наказывать своих детей так, как я хочу. Я хочу быть хозяином своей семьи, единоличным. Я хочу, чтобы дети были моей собственностью и чтобы я мог делать с ними все, что мне пожелается. Еще один вариант. Это те люди, которые смутно подозревают, что они сами могут быть жестокими по отношению к близким. Что любое введение ограничений каких-то для них, что они должны будут себя контролировать после этого. Что они должны будут нести ответственность за то, что они говорят, за то, что они делают. Это повергает их в ярость. То есть люди на самом деле отказываются себя регулировать. Они говорят, нет, я не хочу такого закона, который заставит меня следить за собой. И поэтому эти люди не хотят брать на себя ответственность и не хотят, чтобы их кто-то ограничивал. Вот такая ситуация у нас сейчас в обществе по поводу закона о семейно-бытовом насилии. И очень понятно, почему наше общество этот закон не принимает. То есть, чтобы иметь право на осуществление насилия самому, мне нужно разрешить насилие, в том числе по отношению к себе. И принять при этом, что я такой всемогущий, я, конечно, смогу с этим справиться. Я, конечно, все сам, и я сам себя защищу. Я такой прекрасный. И вот в этом замкнутый круг. Люди хотят осуществлять насилие, но при этом они хотят быть в безопасности. Это невозможно. Так не бывает. Я думаю, что рано или поздно, конечно, мы до этого закона дойдем. Но это будет очень не скоро. Я, честно говоря, вот глядя на то, что происходит в стране, не уверена, что это случится даже в ближайшие 10 лет, к сожалению. Но пока вот так. Пока вот так. Я очень желаю, чтобы в ваших семьях никакого насилия не происходило. И я очень не желаю никому сталкиваться с нашей системой, которая, к сожалению, сейчас не защищает своих граждан от семейно-бытового насилия. Вот на такой грустной ноте мы сегодня закончим. Всего доброго. Если вам понравилось, подпишитесь и поставьте лайк. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok